Привет, ребята! У меня по-прежнему на фоне сидит кролька, скушала всю морковку. А я вам хочу показать свою коллекцию смайликов, моя коллекция подушек. Я люблю такие вот подушки, такие вот круглые смайлики. Но, блин, их одно время продавали на каждом углу, а теперь их просто нету. Я не знаю, вот вы любите такие смайлики? Я их просто обожаю. Я знаю, что в России тоже их, наверное, продают до сих пор и продавали. У нас в Израиле они одно время появились, всякие разные были. У меня даже есть фотография в Инстаграме, где я сфоткал в магазине, где просто вся полка забита этими смайликами, вообще разных смайликов из Ютьюба. Вот эти вот всякие смайлики. И я тогда себе купил такой смайлик и такой. Не знаю, меня прикололо, как бы такой смайлик мой любимый. Я люблю такой смайлик ставить, типа поржать такой, да, но типа, блин. И такой, типа, всем такой смайлик такой, всем посылать такой, сердечки всякие. Я их купил еще, вот если, вот чтобы не соврать, эти смайлики мы еще приобрели, наверное, где-то в 2016 году. Вот, 16-17 год, вот тогда они только-только появились. И я урвал эти два смайлика. И они уже вот настолько старые. Кролька, которая со мной живет, она их, блин, кусала уже. Они у меня все в шрамах. Этот смайлик, например, вот. Тут швы такие, видите, вот. Она их кусает, она их лапами бьет, рвет. Вырывает там, что-то пытается укусить. А он весь в дырках. Вот дырка прострелянная. Вот. Из этого и дырки постепенно дух выходит из смайлика. Вот если так вот. То есть, просыпаешься утром, а у него дух выходит из этой вот дырки. То есть, он весь такой в дырках. Кролька его кусает, мучает. Она любит с ними играться. Она их рвет лапами. Там, точит об них лапы. То есть, не знаю. Я пытаюсь засунуть обратно его душу. Не спускай свой дух. Тебе еще рано. Вот он весь такой, видите, вот тут швы. То есть, ну, он же старый. В дырках такой вот, видите. Кролька его там кусает. Он весь рвет сам. Мы с мамой его, ну, в основном мамой, зашивает. Я так учусь постепенно. Вы видите, вот, то есть, шов, да, вот он здесь. Он как бы такой все. Тут еще нормально, более-менее. Ну, и этот смайлик тоже. Кролька его постепенно, вот она ему лоб выгрызла. Вот во лбу дырка появилась. Меня эти смайлики дико смешат. Они мне очень дарят хорошее настроение. Я с ними сплю, сижу. Я эти смайлики обожаю. Лучше всего такие вот круглые подушки. Потому что с ними удобно сидеть. Я люблю вот так вот сидеть. Даже когда я смотрю кино, YouTube или играю PlayStation, я всегда вот так вот сижу с ними вот так вот. То есть, удобно подкладывать под руки, под локоть. Вот здесь я так сижу. Вот так вот. Потому что вот так вот не очень удобно. Низко. Как-то неприкольно. Смайлик подложил так. Оп. Уже лучше. Можно еще один сверху подложить. Я так вот сижу тут. Я бывает сижу у телека. Беру вот такой джойстик. И вот так вот играю. Как бы я не знаю, с ним привык. С ними прикольно. Это знаете, когда ты слишком худой, но тебе не хватает какой-то части тела жирка такого вот помягче. А ты берешь такие смайлики. Такой оп. Ну, я еще люблю вот так вот подушками обкладываться. То есть, я могу подушку так вот взять, обложить. И сижу вот так вот играю. То есть, мне по кайфу. И потом, ну, я потом подумал такой, что-то мне этих двух смайликов маловато. Хочу еще. Я это произнес примерно в 2019 году. Спустя 2-3 года, как я их купил. Я такой, блин, хочу еще. Стал ходить по магазинам и осознал страшное, что их тупо нет. Просто вот с 2019 года где-то вот, может, из-за пандемии они все вымерли. Я просто не знаю, куда они могли еще пропасть. Я обошел просто сотни магазинов, какие вот магазины видел, заходил, спрашивал, переспрашивал, снова заходил, уходил, приходил. Такое, появились? Нет. Да почему? То есть, просто вот нигде нет, у вас они продаются? У нас все, пропали. И я маме говорю, мам, а давай сошьем сами смайлик. Это же не сложно. Давай попробуем. И мы сшили. Есть видео на влог-канале, где мы с мамой сели и стали просто вот за 20, нет, за 40 минут, где-то за час мы придумали смайлик и сшили его. Вот такой вот у нас он получился. Вот такой вот прикольный смайлик. Мы его сами сделали, точнее, мама его делала, а я сидел, снимал, отвлекал. Ну, в общем, командная работа. И прикольный смайлик такой получился. Мы хотели сделать что-то вроде вот такого смайлика с такими глазками несложными. Мы это все сами вырезали. Мама все сама вырезала. Брови, глазки, язычок. Сюда бантик прилепили. Такие вот. То есть, сделали такого чисто советско-союзного смайлика такого сделали. Такого вот колобок советско-союзный, знаете, типа такой, ну, просто такой милый, родной, такой домашний, уютный. И у нас получился он прикольный. И его сделали вот. Правда, здесь уже вылезают нитки немножко. Рвется вот здесь, не рвется, не знаю, кролика тоже его хочет, он на него смотрит, как бы я не даю. Я его, наоборот, положил на стол, куда она не запрыгивает. Но я вижу, как она на него уже смотрит. Такая, какой же он на вкус, интересно. Ну, понятно, дело из такого другого материала. Этот материал более такой гладкий. Какой-то гладкий такой. А этот он тут такой, как, не знаю, как ковер, знаете, вот такой вот. Ну, прикольный. И мы с мамой такой вот смайлик сделали. Ну, тоже вот моя коллекция. Получается, вот появился мой третий смайлик в жизни. Эти два мои были самые первые. Вот, хочу еще, блин, реально, но их не продают. Если бы я увидел, что продают такие смайлики, я сразу сходу бы пять штук купил точно. Вот прям точно. Вот я бы обложился ими бы полностью. Но пришлось сшить самим. И мне, в принципе, этот процесс понравился. У нас здесь на канале теперь видос на 40 минут, где мы за 40 минут сшили вот так сами смайлик. Вырезали язычок, все. Мама все сделала сама. Просто круто, не знаю, офигенно. То ли мальчик, то ли девочка, то ли бурят. Не пойми кто. И я маме теперь говорю, мам, давай еще кого-то сошьем. Мам, давай еще сделаем смайлик. Мама, давай еще. Я говорю, мам, можно же разные мордочки делать. Можно сделать животное там. Может быть, кошку, кролика, собачку. Можно кого угодно сшить. Давай сделаем, давай сделаем, давай сделаем. В общем, пока проедаю мозг. В этом делаю шажки первые, чтобы маму сподвигнуть сделать еще смайлик. Потому что он мне понравился. Классный. Можно даже разные цвета делать. Мы подобрали желтый, как цвет смайлика. Но можно делать разные цвета. Вот. Ну, посмотрим, будут ли у меня в коллекции еще. Пока вот такой вот смайлик. Тоже я люблю вот с ним сидеть. Он, что получилось у нас прикольное, что он больше, чем обычные смайлики. Вот обычный смайлик. Да, вот какого размера. А вот наш. Он, короче, больше. Он больше и толще. Видите? Он такой объемный. И мне он понравился тем, что я люблю тоже с ним сидеть. Я... Где джойстик? Вот я вот так сажусь. Так вот джойстик ложу. И как бы удобно тоже. Этот я, бывает, пряму на грудь. Это под локоть. Так вот. Обкладываюсь. Вот так вот тоже сижу, как бы играю. Прикольно вообще получается. Но хочу еще смайликов. Я просто обожаю вот. И я почему-то решил снять сегодня это видео. Потому что мы сегодня приобрели необычный смайлик-подушку. Просто вот. Ну, потому что я уже голодный на эти смайлики. Я хочу уже купить какой-нибудь новенький смайлик. Такой вот прикольный. Да, ну, не просто вот смайлик. А вот такую хочу круглую подушку. Такую просто круглую подушку. Какую-то вот любую. Какую-то прикольную такую вот подушку. И я увидел. Не знаю, у вас такие продают или нет. Мы с мамой любим заходить в всякие детские магазины, игрушек. Смотрели какие-то разные игрушки. Эти вот мягкие игрушки. Вот подушечки всякие. Такие вот уютные для дома. И увидели вот что. Смайлик-панда. Пандочка. Такая вот круглая пандочка. С хвостиком. Смотрите. Хвостик. Такая вот прикольная. Блин, у нее запах такой прикольный. И она сама по себе такой материал классный. Его прям... Я прям хочу вот так вот обнимать. Такой материал необычный. Вот потрогайте. Он такой вот... Я такой материал, блин, не знаю, вот... Когда вот сжимаешь его, мышцы в руке прям начинают отдыхать. Мышцы в руке такие прям... Так вот. Расслабляются такие вот. Знаете, вот странный материал. Когда ты хватаешь этот материал, то мышцы в руке, они как будто расслабляются. Такой вот приятный, какой-то вот странный такой ощупь. Хочется вот так вот мять, мять, мять. Вот такое вот что-то прикольное. Знаете, вот... И подушка такая она вот стоила нам 69 шекелей. Вот написано 69. Ну, грубо говоря, 70 шекелей. Не знаю. Наверное, это очень дорого для подушки. Но, в принципе, для такой это, наверное, даже нормально. Подушка. Вот такой материал. Он прям... Я не знаю, как его описать. Из чего он, какой он. Но он такой классный. Прям... Отпускать не хочется. И когда я его увидел, я такой сначала... Ну, панда. Типа прикольная, круглая подушка. Прям как смайлик. Даже интересно. А когда я взял в руки, я такой... Я все, я такой... Я не смог устоять. Там были разные такие вот подушки. Там были собачки, кошечки. Там еще кто-то. Но мне понравилась вот такая вот панда. Не знаю. Она прикольная. Такие вот ушки, глазки. Глазки, кстати, сделаны из материала, из кожи какой-то. Вы знаете, есть такие кожаные куртки. Косухи, да? Вот эти вот рок-н-ролльщиков. И вот очень похожие глаза вот на эти вот косухи. Вот по качеству. А вот это вот розовое. Так вот какие-то швы такие розовые. Я не знаю. Какие-то швы, какие-то нитки. Или что это розовые. Какие-то мешки под глазами розовые. Такая вот панда. Носик такой. Не знаю. Но мне так понравилось. И с ней сидеть уютно. Как бы приятно. Знаете? То есть она вообще такая... Очень такая приятная. Хочется вот просто с ней вот так вот в обнимку сидеть. И фильмы смотреть. И горячий чай попивать. Вот такая вот панда. Вот получилась такая вот у меня вот коллекция. Я хочу дальше еще покупать разные такие подушки. Не знаю, какие у меня еще будут. Будем сами так же делать. Вот мы сами с мамой делаем. Я тоже учусь. Смотрю. Потом буду сам шить. Не знаю. Это прикольно. Поставил YouTube. Пока там кто-то болтает. Что-то рассказывает про смайлики. Про подушки. Ты сам сидишь и сам свой смайлик шьешь. Вот у нас такое получился. Все. Вот я теперь весь в этих подушках. Где ты? Пока вот у меня получается 4 подушки. Все мои подушки. Кроличка, иди сюда. На. На. Эй. Иди сюда. На тебе. На. Ей вообще пофиг. Эй. Ты что там делаешь? На. Иди сюда. Иди сюда. Ты что? Жопа. Я меткий, конечно. Она морковку жрет. Понятно. У нее там морковка еще осталась. Я думал, она ее съела уже. Ладно, ребята. В общем, что будет показать, еще покажу. Это такие вот видосы подходят для лайв-канала. Ладно, ребят. Всем пока.